История пойдет по намеченному нами курсу. Мы играли в эти игры, когда этой планеты еще не было. И будем играть после того, как погибнет ваша. Но не мы доводим планеты до гибели, капитан. Мы управляем ими. Кормимся ими, если угодно. Но на каждой из планет каждый раз происходит одно и то же. Рост населения, раскол в обществе, повсеместные войны. А в это время планета опустошается и тихо угасает. Выдумка о вторжении Наполеона. Ведь выдумка о сражении на Бородино. Выдумка о захвате Москвы – это очень интересный момент. Почему? Потому что дальше идет великая выдумка о великом пожаре Москвы, в котором вгорает все, что может сгореть. Все документы, все рукописи, летписи о Москве – это древняя столица. Не забывайте, здесь сгорело, как вы понимаете, подняли на слово полку Игоря. Здесь сгорели монастырские библиотеки. И Москва начинает свое развитие с нуля. Смотрите, вот все, что написано про Наполеона, хорошо продуманное, великолепно увязанная система мифологии, которая непроверяема сама по себе, потому что отсутствует альтернативной версии истории. Вы вынуждены принимать то, что вам описано, потому что других альтернативных версий нет. Ну, это просто такая же история, например, про Вторую мировую войну, про Первую, огромнейшее количество таких веселых вещей. Так вот, что интересно, смотрите, опровержение этого мира возможно было только параллельно. Например, невозможность торжения огромной армии, Наполеона, в лесную зону Западной России с использованием 150 тысяч лошадей, в кавалерии и, как бы, живого транспорта в силу невозможности обеспечения питания и водой вот эту массу животных. Вот это косвенное опровержение невозможности, оно включает в себе чисто такие доказательства. Ну, а другого нет. Поэтому, если кто-то вам заявляет, что нет, в конце концов, везли большое количество бочек с водой, которые наполнялись, ну, быстро, как говорится, ну, создаваемые водопроводы из ближайшей реки, и вы разводите руками и соглашаетесь. Именно лесная зона, именно одна единственная дорога в одну саженную, именно огромнейшая длина вот этой конной пехотной массы, помноженная на габариты занимаемых человеком в казенной сажене, вот эта длина, 220 сантиметров, скажем, казенной дорог, когда мужиков сгонили в рубоке, а лесная зона на пограничном периоде 18-19 века, это заросшее тотальное пространство, в которых свободных нет. Лесо-степная зона южнее, там есть пространство для выпасов. Лесная зона западная России исключает какие бы то ни было естественные пространства. Лес в диком виде зарастает подерником, зарастает кустарником, это непроходимое чаще. Это джунгль. Все маленькие детали, что джунгль на нашей территории так же возможностей. Когда лиственные, хвойные породы, когда падают деревья, когда кустарник заполняет все на свете. Вот. Так вот, ну это косвенное доказательство, что нельзя накормить и напоить вот эту гигантскую массу лошадей. При этом выстрелившие цепочки, они займут тысячи километров, и когда первые лошади дойдут до Бородинского сражения, последние 200 тысяч будут формироваться еще в Париже. Вот просто выстрелить. Именно были продолжатели идеи Морозов, которые просто считали количество еды, например, но в среднем лошади надо еще простой и опасной травой съесть, где-то порядка 30 килограмм. Вот. Или, например, мы добавляем овса. Вот если я наполеонсками, мы допускаем, что переходит 28 июня в Березину, значит, первого построва уже сделано. Значит, питания нет. Всего лишь одна дорога, Триоршина. В лесной зоне западной части России больше дорог нет вообще природы. Нет параллельного водопровода, нет так заросший лес кустарниками. В той зоне все поля и огороды – это рукотворные пространства. Это не Украина, или со степенью, горизонт. Следовательно, воды нет, нет травы. Значит, через 3 дня сдохли лошади, через 6-8 дней сдохла пехота, потому что лошади везли еду. Но по иоанскам с шествием мы закончили. Если мы возьмем среднюю длину от попы до груди лошади, скажем, на Уранске, порядка 2,20, еще даем расстояние на Узбрык, то когда первые люди выйдут из этой лесной зоны к Москве, последние 150 тысяч этого войска еще будут сформироваться в Париже. Все забыли. Проход 1 метр одного солдата, и когда мы его берем. Так что бред, а на полеоленском нашестве давайте мы раз навсегда выкинем, навсегда, на помойку истории. Как экономист, я могу сказать объективно, что вся статистика легко подводима, ее можно передергивать. Поэтому по поводу обозов... Извините меня, если ваши лошади нужно сожрать 10 килограмм овса или 15 килограмм сена, то передернуть эти факты нельзя, оно у вас просто сдохнет. Если мы говорим, что на лошади 2,40, то здесь вы просто считаете 150 тысяч лошадей наполеонские, как я могу передернуть? Обоз, когда вы говорите... Кто их считал 150 тысяч? Подождите, вы тоже из одного конца в другое. Последняя гемография Жирскар Дестена, который он заработал себе докторское звание наполеоновского, пересматривает эту историю. Все эти цифры вошли во все официальные монографии истории. 600 тысяч армия Наполеона и общее число кавалерий, включая, которые тянут обозы, включая артиллерии, где-то 150 тысяч. Не надо спорить тем, или мы признаем то, что написано. Куча вещей. То есть я сейчас снимаю с полки учебники монографии. А я просто говорю о другом. Обоз почему? Ну, невозможно. Обоз должен двигаться параллельно. Но у вас одна дорога. В три каземные сажения. То есть у вас дорога 2,10. Параллельных дорог нет. Запомните, для того, чтобы обеспечить в Советском Союзе, начальник периода, две конные армии в 30 тысяч лошадей. Нужно было обеспечить авиацию, которая сбрасила корма, железные дороги, броневики, которые подвозили сено. Запомните, конница самый неэффективный вид вообще вооружения, потому что все упирается в биологию лошади, которую надо постоянно, каждый день, дать ей свои два витра воды и дать ей вот такую кучу корма, которую она должна пропустить через свой живот. Вот начнем с этого. Это, извините меня, вы берете любой учебник коневоз, ты берете любой учебник военного дела, гужевой транспорт. Подделать эти данные невозможно. Все, продолжайте. Так, сейчас я добавлю. Я, в отличие от Дениса, не экономист, а профессиональный военный. И принимал участие в планировании боевых действий, в учениях и все остальное. Это настолько сложный вопрос, обеспечение боевых действий. Это экономист вот он на бумажке написал, у него красивые цифры получились, он молодец, он в шоколаде. А подвезти, допустим, полтора килограмма сухого пайка, в сутки человеку, или 7 килограммов продовольствия. Если мы говорим о картошке, о таких вещах, это надо на чем-то привезти. И если у вас есть только телега, которая может привезти 200 килограммов, вы хоть любому разбейтесь о своих калькуляторах, где вы доходы считаете, приходы и все остальное, для того, чтобы обеспечить кармию Наполеона, надо всего на 70 тысяч подвод. 70 тысяч подвод, это подвода плюс лошадь, 10 метров. Это вот 700 километров в одну сторону, 700 километров в другую сторону. Кстати, берите калькулятор, хоть усчитайте. А самое плохое, что этот обоз сам должен питать своих лошадей. У вас укос травы уже сделан, вы 28 июня перешли Березину. То есть, и нет питания, чтобы вам два ведра воды дать этой дурацкой лошади, утром и вечером. У вас нет ни воды, ни корма. Поэтому обоз сдохнет месяц с лошадьми. Тут же. У меня маленький вопросик. Неужели на оккупированных территориях нельзя отжать те же самые, то же самое снабжение, провиант? Я отвечу. Момент такой, начнем с того, чтобы мы там не планировали про вооруженные силы, но всегда армия строится на том предположении, что она будет наступать даже в пустыне. То есть, все свое ведет с собой. Если где-то какой-то солдат залез в погреб, забрал оттуда соленье, варенье, там все остальное, это считается приятным бонусом. Надо учесть такую особую реальность, что дорога, которая проходит через Белоруссию, проходит через болото. Где нету большого количества населенных пунктов, нету ничего. Что-то однозначно можно украсть, но можно камыш накосить на болото. Но пускай на 5 километров вправо-лево все скоттили, все дальше. До свидания. То есть, вот эти все рассуждения строятся людьми, которые экономисты, бухгалтера, дизайнеры и так далее. Мне приходилось с этим вопросом сталкеров, почему? Потому что пока танк не заправишь топливом, он не поедет. Пока ему не привезешь патроны, он стрелять не будет. Пока солдата не накормишь, он какое-то время будет воевать, а потом скажет, извините, больше не могу. У вас начало 19 века, когда вы говорите ограбить у крестьян, то есть у барина, который такой же дворянин, такой же с оружием. Через Белоруссию достаточно часто проходили военные действия, там думали. Еще раз говорю, начало 19 века, это неолитические стоянки, которые идут по аппендицитам. Так вот, вам надо лошадь кормить сейчас, а не тогда, когда интенданты поедут искать, будут собирать. Запомните маленькую вещь, что вот у вас машину надо заправить вот сейчас бензином. Вот мы отжать. У кого соседа, сосед вас убивает на месте, вы остаетесь на месте. А вам надо сотни тысяч народу. И то есть вода у вас должна быть постоянной задачей. Вот ни один историк за всю историю советской власти международного сообщества исключая устрема, и меня, идиота, не взял простой учебник и не воздух у живого транспорта и не понять простую вещь. В лесной зоне нет воды свободной. Когда вам надо где-то набрать ведерко, а у вас завалены буреломами и прорублены крестьянами вот этот путь, три аршина. То есть 73 сантиметра помножено на натрия. Выкиньте его на помойку, отжать. Вам надо немедленно кормить ее, немедленно поить ее. Про солдат я не говорю, он мой день в двадцать поживет, не страшно. О, что надо напоить. История пойдет по намеченному нами курсу. Мы играли в эти игры, когда этой планеты еще не было. И будем играть после того, как погибнет ваша. Воины Света, воины Добра Охраняют лето, бьются до утра. Воины Добра, воины Света. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok